Автомодельный спорт Агустовские выходные, большой въезд на чемпионат России по радиоуправляемой. Решили проводить чемпионат России в этом месте, потому что это центр России, можно привлечь сюда как можно больше регионов. Потому что самая главная проблема в России это связанность регионов. Очень тяжело людям ездить в Москву или в Петербург. Во-первых, проживание дорого, во-вторых, билеты дорогие, а здесь как бы вроде все могут приедать. Вот это лучшая трасса в России. Лучшей трассы в России нет. Это самые лучшие условия и для пилотов, и соответственно для пилотов. И вот здесь в боксах, и на трассе. То есть трасса практически европейского уровня. Это самые массовые соревнования такого уровня. Возможно, что-то было в Советском Союзе подобное по массовости, но современной России после 90-го года это впервые. Здесь, на современном автодроме для гоночных моделей и на взлетке для летающих, нашли свое воплощение мечты о скорости и высоте взрослых и детей. Данная трасса и данное место, и вообще автомодельный спорт пользуются популярностью, потому что из года в год растет количество участников. И автомодельный спорт привлекает все больше членов в свои ряды. Хочется отметить, что вот эта площадка в Большом Ясе на сегодняшний момент является, ну, наверное, лучшей в России. Потому что я видел все, сравнить можно только с РСИ-клубом в Тушино, но здесь условия лучше однозначно. Еще год назад воодушевленной базой технических видов спорта в Большом Ясе он поделился с нами своим желанием создать в родном Воронеже хотя бы небольшой авиаклуб. А сегодня это уже не мечта, а реальность. Здесь я уже во второй раз, но несмотря на то, что физически я здесь во второй раз, я часть своей жизни живу Большим Ясом. Почему? Потому что я внимательно слежу за всеми роликами, которые в интернете выкладываются на киностудии «Химик». Смотрю, как на глазах все преображается. Между тем, что было в прошлом году и этим году, нужно заметить разительные изменения. Прежде всего, это не только инфраструктура, касающаяся для непосредственно летных дел. И у нас образовались вот позади нас домики, в которых можно теперь заранее приезжать, заночевать, то есть получить комплексное наслаждение от этого процесса. Хочется заметить, что анимационная группа сегодня работала, что очень радует. Это меня лично нацеливает с детьми в следующей Москве. Мы у вас впервые. Мы сами из города Красноярска. И, наверное, самый удаленный регион на этих соревнованиях. Но, тем не менее, вот тот уровень организации, начиная от переписки до соревнований и с момента встречи, перевоза сюда, расположения, размещения и всех сопутствующих вопросов, я бы одним словом сказал, что отлично. Взять Поволжье, то, наверное, это единственная такая база, которая есть на все Поволжье. Так соревнования, конечно, проводят отдельно. И в Самаре, и в Ульяновске есть проводят. Но это по отдельности такие соревнования. Мы же проводим практически очень много классов, начиная с мая месяца и кончая, иногда бывает, и сентябрем. Субтитры создавал DimaTorzok